Я начну свою презентацию, но предварительно несколько слов. Все, что я буду сегодня излагать, это основано на наших общероссийских репрезентативных исследованиях, регулярных, которые мы ведем уже почти больше 30 лет, точнее, и прочее. Как несколько слов об объяснении, собственно, названия. Когда говорят о тоталитаризме, то в первую очередь в памяти всплывают и концлагеря, репрессии, геноцид, террор и прочее. Я хотел бы вернуться к более раннему пониманию слова тоталитаризм, так как оно возникло в начале 20-х годов прошлого века. И означало в первую очередь экспансию государства на зоны, которые раньше не входили в ее компетенцию, не контролировались государством. Это прежде всего общественные, конечно, жизни, контроль над религией, наукой, спортом, частной жизни, частной морали, системой образования, системой воспитания и прочее. То есть процессы, которые охватывают влияние государства на всей общественной жизни и подчинение этого, складывание определенного принудительного консенсуса. Достигается это, понятно, средствами насилия, средствами идеологического навязывания консенсуса и прочее. То есть сама парадигма тоталитаризма, она развивается и включает в себя несколько стадий, она предполагает несколько важнейших моментов, которые сформулированы еще в середине 50-х годов Фредерихом и Бжезинским под названием тоталитарный синдром. То есть предполагает идею сращения партии и государства, в этом смысле ликвидацию политической жизни как свободной конкуренции. Это контроль над средствами массовой информации и превращение системы информации в мощную машину пропаганды и навязывания единомыслия. Это политическая полиция, тайная или особая спецслужбы, действующая вне правовых рамок и обеспечивающая такое принудительное принуждение населения к власти, насаждение атмосферы страха и террора. И, наконец, фигура лидера или вождя, персонифицирующего всю систему власть. Можно еще добавить к этому контроль над сферой экономикой и дополнительные такие моменты. Это важно иметь в виду, когда я буду говорить о реставрации тоталитарных структур в России и, как выход из этого, это милитаризация России, восстановление имперской идеологии и, соответственно, война с Украиной и другими странами. Война в этом смысле с Украиной, которая стала неожиданностью для как западных наблюдателей и политиков, так и для российских либералов, вообще говоря, не была неожиданностью. Общественное мнение России готовилось к этому властями, начиная примерно с 2003 года. Как только обозначилось и в Грузии, и на Украине, поворот политики в сторону интеграции Запада, вступления в ЕС и общий курс на демократизацию страны. Именно это воспринималось усиливающимся режимом Путина как угрозой системы власти и стало одной из мотивов дискредитации и либерализма, и западных ценностей. Собственно, именно с этого момента стал очевиден, с 2003-2004 года, с момента революции Рос или оранжевой революции в Киеве, каждый электоральный цикл на Украине сопровождался волной антиукраинской пропаганды. И это постепенно нарастало, хотя до 2008 года все-таки это было не очень эффективной политикой дискредитации Украины, потому что, вообще говоря, тема цветных революций до определенного момента, как экспорта, геополитического экспорта или канала чужого влияния, не слишком волновала население России, поскольку оно считало, что это такая демагогия власти по обеспечению сохранения своего влияния. И не затрагивало, собственно, интересов населения. Поэтому до 2008 года, то есть до войны России с Грузией, мы не наблюдали особого влияния вот этой антиукраинской пропаганды. Но позиция Украины в войне России с Грузией, фактически дистанцировавшаяся от поддержки российского руководства и скорее поддержавшего, или, по крайней мере, нейтрально относящегося к этой войне, она вызвала сильный всплеск антиукраинских настроений в России, именно поднятой пропаганды. Если можно, вот следую в первый слайд. Вот дискредитация анти-про-западного демократического движения, она сопровождалась восстановлением идеологии имперской, прежде всего, традиционалистской идеологии, великой державы. Как говорил Путин, мы великая страна, нам нечего стыдиться в своем прошлом, хотя у каждой страны есть свои темные пятна, но мы великая страна, и мы должны возродить Россию после катастрофы распада СССР, величайшей катастрофы, как он ее назвал, XX века. То есть был предложен проект некого такого восстановления общего консенсуса, общего согласия идеологического проекта, который назывался «Государственный патриотизм» или «Суверенная демократия», утверждение особого пути России и, самое главное, это идея консолидации населения с властью, постановление мощи, авторитета России на международной арене. И это удалось не сразу, потому что в 90-е годы абсолютное большинство людей считало, что Россия утратила статус, после распада СССР утратила статус великой державы. А это очень важный момент был для имперского сознания, который компенсировал все убожество в частной жизни, бедность, зависимость от власти, в произвол администрации и вызывал такую компенсаторную потребность в нахождении каких-то оснований для гордости. Поскольку национальное сознание России, собственно, национально-демократическое, очень слабо представлено и выглядит как маргинальное движение, то основой все-таки была именно идея империи, мощной военной державы. Стефан, Стефан, please, some noise is there. Что такое? А это, нет, кто-то, значит, микрофон включил и шум был. Вот. И приход Путина, он сопровождался именно усилением этой идеологии восстановления великой державы, и большинство населения поддержали его в этой политике. Но восстановление великой державы, оно требовало двух вещей. В первую очередь, это идея врага и, соответственно, консолидация населения вокруг власти по защите. От этого врага, от внешней угрозы. Причем врага это внешнего и внутреннего. И если в 90-х годах две трети россиян считали, что Россия утратила вот этот статус, то все военные кампании сопровождались ощущением возрождения России, при восстановлении ее военной мощи, силы. И этот фактор, он как бы пропаганда подавала как признание авторитета России на международной арене. И если вот посмотреть на этот график, то первые же попытки укрепления Путина власти, это начало Второй Чеченской войны, резко подъем чувства мощи. Дальше спада на фоне протестов, массовых протестов, связанных с реформами пенсионной системы. И рост, опять-таки, восстановление роста во время войны с Грузией и начала антизападной кампании, которая приходится на, собственно, вот после 2007 года и выступления Путина в Мюнхене на конференции по безопасности, он провозгласил вот эту самую доктрину и антизападную политику. Акцент на традиционализации, сохранение традиционных ценностей, а это, прежде всего, имперские ценности или ценности великой державы. Ну и война с Грузией, она дала такой второй всплеск. И, наконец, аннексия Крыма и начало, собственно, такой скрытой войне в Донбассе, оно, опять-таки, сопровождалось и ростом антизападных настроений, и сознанием усиливающейся мощи и права России на то, чтобы диктовать свою власть другим странам, соседним странам. Следующий слайд, если можно. Вот фактор врага или внешние и внутренние угрозы стал консолидирующим для всего путинского режима. Ну, если в 90-х годах враги, вообще говоря, в 89-м году, когда мы первый раз задали этот вопрос, есть ли враги у нашей страны, то только 13% говорили, что да, есть враги, и назывались и протесты, ЦРУ, мафия, портократия, там, кооператоры. Все вместе это было всего 13%, а больше 50% говорили, зачем мы искать врагов, когда все проблемы связаны с нами самими, с нашей историей и прошлым. И это был очень важный фактор относительно мирного распада советской системы. Но дальше уже еще при Ерцине попытки выхода из состава России, там, Чечни и Татарстана даже, они вызвали резкую реакцию и попытки подавить силой вот это сепаратистское движение. Поэтому террор террористы стало одной из основных тем, подхваченных Путиным и превращенным им в одну из основ собственной легитимности. Борьба с терроризмом вначале внутренним, потом с внешним, потом с внешней угрозой. И это превратилось в такой горизонт существования. Но угроза врагов, внутренние, это понятным были оппоненты и критики режима, критики коррупции и плутократии, мафиозного государства, как это называют венгерские социологи Балент Мадьяр и соавторами. Это стало вот действительно одним из факторов борьбы с оппозицией, с одной стороны, внутри, которые выступали с позиции либерализма, демократии, правового государства, в противовес традиционным ценностям и силе государства. Право государства репрезентирует все национальные ценности, коллективные ценности. Ну, в первую очередь, конечно, это идея безопасности и стабильности общества. Во-вторых, это внешние угрозы манипулирования массовым сознанием с помощью вот такого тезиса, как вечная русофобия Запада, попытка уничтожить Россию, именно восстанавливающая свой авторитет и силу. И вот это вот навязывание угрозы существования, безопасности, стабильности, мира, оно в условиях усиливающейся монополизации информационного пространства, оно сыграло очень важную роль. Это было очень эффективно и принято населением. И это стало основой, одним из основы внутренней политики и даже внешней политики Путина. Но враг предполагает, конечно, необходимость усиления мощи и полиции, и армии. И это, в свою очередь, обернулось рекламой или пропагандой милитаризма, силы прославления спецслужб, восстановления авторитета советских структур политической полиции, КГБ и прочее. Можно следующий слайд? Вот если вы посмотрите, это 2020 год, я специально взял не последние данные, а довоенные, то увидите результаты этой внутренней политики и пропаганды. Что мы здесь увидим? Что наибольшим доверием в результате пользуется, институциональным доверием пользуется армия, затем в меньшей степени президент, дальше политическая полиция. Вот это уже триумфират такой концентрации власти и силовых структур, который указывает на создание централизованной системы управления, контроля и в чрезвычайно высокой степени насилия внутреннего, насилия над обществом. В меньшей степени доверие, и оно снижается церкви и религиозным организациям, хотя раньше они действительно получили очень мощный такой кредит морального доверия, как воплощение добра, веры и прочее. Но превращение церкви в департамент такого морального обслуживания власти, оно привело к снижению авторитета церкви и постепенно к снижению доверия к ней. Можно следующий тоже слайд. Вот как росли, если брать за 25 лет, как росло доверие и авторитет силовых структур, связанных опять-таки именно с пропагандой и силой, и великой державой, империей, ну и, соответственно, централизации такой власти. Я хочу еще одну вещь сказать. Распад СССР, распад коммунистической системы не означал краха отдельных институтов, что чрезвычайно важно. Действительно, КПСС ликвидирована, госплановая экономика ликвидирована, но отдельные институты, то есть системы, они остались слабо реформированными или вообще не реформированными, чуть ослабленными, но сохраняющими вполне свою способность к регенерации. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, это силовые структуры, переименованные КГБ или ФСБ, политическая полиция, МВД, прокуратуры, отчасти суд, потому что они обладали собственными институтами образования, закрытыми институтами, незатронутыми. Поэтому весь дух советских органов безопасности, он вполне воспроизводился в этих закрытых институтах, и сегодня они без тени смущения проводят свою связь, свое происхождение на сайте ФСБ, вы можете об этом прочесть, свою линию происхождения от ЧК, от НКВД и прочих вот этих террористических институтов. Они гордятся этим и считают, что именно эти органы власти, они обеспечивают стабильность и силы государства. И пропаганда в СМИ, в массовой культуре, масса таких сериалов, фильмов типа «Агент национальной безопасности» и прочее, они прославляют деятельность этих институтов. Поэтому обеспечивают, еще раз говорю, безопасность и защиту от внешней угрозы. Помимо, очень важно здесь этот момент подчеркнуть, идея цветной революции, которая вначале не воспрямилась с населением, она постепенно превратилась в такой миф о экспансии НАТО, угрозе, военной угрозе со стороны НАТО, и необходимости превентивной защиты от этого. Поэтому усиление армии, оно коррелировало и с выселением такой консервативной идеологии русского мира или русских ценностей, антизападной пропаганды, то, что одним из составных частей, то, что было, то, что Запад Европы утратили свои христианские корни, свои ценности, свои традиции, это дряхлеющая Европа разлагается, а Россия сохраняет вот этот первоначальный свет веры, христианства там и прочее, прочее. Но главное, то, что навязывался постепенно, медленно этот консенсус, гордость армии как основы государства и как защитницы стабильности мира и благополучия этого. Фактически Россия возвращалась к состоянию закрытого общества и частично мобилизационного общества. Можно следующий слайд? Главное, конечно, это именно ФСБ, доверие, рост ФСБ и восстановление. Это не просто популярность или авторитетность ФСБ. За этим, за вот идеей традиционализма тянулся очень важный мотив. Это суверенности государства, суверенности интересов государства по отношению к населению. Государство лучше знает, что нужно для людей, для общества. И, соответственно, оно обеспечивает проведение своих интересов, своей политики, несмотря на всю критику коррупции, бутократии и прочее. Но важнейший мотив – это то, что оно защищает и защищает людей от внешней угрозы, защищает во всех смыслах, включая не только внешнюю безопасность, военную защиту, но и сохранение традиционных ценностей, то есть защиту от разлагающего влияния Запада и прочее. Поэтому борьба с внутренней оппозицией, она становится очень важной частью работы ФСБ, и это рекламируется, поддерживается и прочее. Можно следующий слайд? Но самое важное, что одновременно с повышением доверия к ФСБ тянется и оправдание всех репрессий, совершенных в советское время. То есть право силы государства, оно меняет отношение к истории, переворачивает всю критику сталинизма, коммунистического прошлого и реабилитирует вот эту идеологию сильного государства, нового мира, особого общества, противостоящего Западу. Очень важный момент здесь еще, конечно, это моральный капитал победы во Второй мировой войне над гитлеровской Германией. С этого момента величие победы, оно становится оправданием и, с одной стороны, оправданием права диктовать свою волю России соседним странам, как победителя над фашизмом, а, с другой стороны, использование вот этого, этой угрозы или ярлыка фашизма по отношению ко всем своим противникам. И это используется очень эффективно, ну, в частности, по отношению, если брать ситуацию с Украиной, то очень долгое время пропаганда не могла преодолеть симпатии и чувство близости с украинцами. Даже, несмотря на вот всю волну антиукраинской такой пропаганды, до Майдана, даже до 2014 года, позитивные отношения к Украине пропаганда не могла сломать. Даже в ноябре 2013 года, когда, собственно, начался Майдан, то 75% опрошено говорили, что не следует вмешиваться в эти события. Это внутреннее дело украинского общества, его выбор, европейский выбор. И только 22% говорили, что вот этому процессу отделения Украины от России следует препятствовать всеми средствами, включая военные. Но уже в феврале 2014 года произошел разлом, потому что пропаганда вела очень сильный тезис, что на Украине произошел государственный переворот, инициированный Соединенными Штатами, что власть организовали, и это создало угрозу безопасности жизни или геноцида для русского населения на востоке и Юге Украины. Тем самым пропаганда заговорила на языке борьбы с фашизмом, то есть языке Второй мировой войны, что мгновенно разорвало чувство общности, близости между русскими и украинцами. То есть вот это обвинение в фашизме, в нацизме, оно сразу же способствует такому догуманизации представления об Украине, расчеловечиванию этого, и, соответственно, оправданию любых средств, включая военные, по отношению к Украине. Можно следующий слайд? Если посмотреть на то, как меняется враги, образ врага, как он постоянно замещается, то мы увидим, что на первом плане это все те страны, которые начинают там с третьего челпления в ЕС и на присоединение к западному, к европейскому сообществу. Ну, первое, это были восточноевропейские страны, потом Польша, Чехия, но в отношении них пропаганда, в общем, не очень добилась успеха. Ну, хотя некоторые следы вполне ощутимы. Дальше это балтийские страны, по отношению к которым действительно было развернуто эти пропагандистские компании по обвинению в реставрации нацизма, в реабилитации нацизма. Ну, можно вспомнить здесь историю, скандальную историю с памятником бронзовым солдатам в Таллине, послужившим такой началом антиэстонской кампании или там антилатвийские компании, антилитовские компании. Они все включали вот эту тему реабилитации фашизма и русофобии. То же самое в отношении Грузии после того, как Грузия провозгласила курс на интеграцию с европейским сообществом и вступление в НАТО. Резкий всплеск враждебности достиг пика примерно в 2006-2009 году, после войны 2008 года. А затем эта волна таких антигрузинских настроений при прекращении пропаганды, она снизилась практически до нуля. И только лишь в самый последний год мы опять наблюдаем некоторый рост антигрузинских настроений. Но в 2018 году до пандемии еще фактически вот эта антигрузинская тема и антигрузинские настроения сошли просто на нет. Мы их не фиксировали. Иначе говоря, без массированной такой государственной пропаганды сами по себе враждебные чувства не проявляются, не поднимаются. Это всегда политика организованной враждебности, навязывания организованного консенсуса со стороны государства. Ну и здесь, на этом слайде, если посмотреть, я не приводил как раз Грузию здесь, потому что к этому вот концу, к 20-м годам тут нет никакой враждебности. А на первом месте это, естественно, Соединенные Штаты, дальше Украина и Балтийские страны, плюс Великобритания, особенно поднявшиеся после скандала с отравлением бывших российских разведчиков, перебежчиков. Можно следующий. Вот слайд, который показывает самые длинные тренды отношения к Украине. Вы видите, здесь если вот посмотреть, то волны до 2014 года, волны такие красной линии, это электронная кампания на Украине. Но самое, конечно, после вот войны, российско-грузинской войны и всплеска антиукраинской настроения, дальше, только после аннексии Крыма, вот начинается, собственно, систематическая антиукраинская деятельность. Можно следующий слайд. Крайне важно, что каждый раз антиукраинские настроения связаны именно с идеей присоединения других стран к НАТО или вступления в ЕС. До 1997 года это представлялось чисто гипотетическим и не очень значимым было. А вот начиная с прихода Путина к власти и представления о том, что вступление Украины, как перед этим Грузии, здесь полные параллели с Украиной, что они будут представлять собой очень серьезную опасность для безопасности России, эти представления пропаганда навязывала, и они утверждались достаточно сильно в массовом сознании, укреплялись, закреплялись. И это создавало вот тот негативный фон происходящего, который, собственно, и оправдывал и политику Путина, и уничтожал всякие симпатии к другой стороне. Можно следующее еще? Иначе говоря, через какое-то время мы получаем российское общество, управляемое режимом и властью диктатора, который опирается именно на население, у россиян. Нет, собственно, никаких иллюзий, из кого состоит нынешняя власть. Это в первую очередь, конечно, силовые структуры, работники спецслужб, чекисты. Это армия, это МВД. Путин опирается на них. То есть, собственно, в своей системе реализации власти на олигархов, который является его казной или его бюджетом обеспечивающим. То есть, мы тут, собственно, и есть то, что венгерские социологи называли патрональная основа режима такого тоталитарно-реставрационного тоталитаризма. Ну и, конечно, бюрократия. Ни население, ни бизнес там не входят, мелкий и средний бизнес, не входят в систему слоев поддержки. Это именно централизованная, репрессивная и жестко бюрократизированная централизованная система. Путин опирается на эти группы и выражает их интересы. И это вот самое существенное. Можно следующий слайд. Соответственно, растет и динамика политических репрессий. Я здесь не даю самые последние данные, просто не приводил их на графики. Но за первые полгода, 2022 года, число арестованных и осужденных, связанных в первую очередь, конечно, с войной Украины, с антивоенными движениями, выросло примерно в четыре раза. То есть, если оно в 2021 году составляло там 400 с лишним человек, то за вот эти вот месяцы этого года оно составило 2200 человек и больше. Это не только антивоенные, конечно, движения, это еще и религиозные деятели, не названные экстремистами, там свидетели Иеговы, исламистские движения и прочее. Но важно, что внутренняя политика, она резко приобретает резко агрессивный такой характер. Почему еще, почему вот эта пропаганда оказывается антиукраинской пропагандой и поддержкой войны на Украине, она действительно высока. Динамика вот этой поддержки, она такова. В феврале 68% одобряли эти действия, в марте 80% с лишними, а дальше она немножко снизилась до примерно в мае-июне до 75%. Вот это высокое одобрение, оно связано с двумя вещами. С одной стороны, действительно, с представлением о необходимости деноцификации Украины, эта пропаганда навязала это, то есть расчеловечила и догуманизировала национальные процессы на Украине, с одной стороны. А с другой стороны, это угрозы со стороны НАТО, то, что Украина может стать плацдармом для экспансии НАТО в отношении России. Тут акценты и цели войны, они постоянно менялись, что создавало определенную неуверенность населения, но тем самым и усиливало эффект такого внушения. Одновременно в России были закрыты примерно около 200 самых популярных изданий и каналов информации, вроде «Новой газеты», «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза» и другие. И особенно это важно для региональных средств массовой информации. Было заблокировано несколько тысяч сайтов, пошли аресты журналистов, штрафы, аресты журналистов и вытеснение их в эмиграцию. Именно под угрозой репрессии. Поэтому, да, но заблокированный Твиттер, Фейсбук, очень установился жесткий контроль над социальными сетями, поэтому возникло состояние информационной изоляции. Абсолютное большинство населения России, примерно три четверти россиян, получают сведения о происходящем на Украине, о военных действиях только из телевизора. Только лишь примерно, по моим оценкам, 7-8% опрошенных и, соответственно, взрослого населения обладают навыками обхождения цензуры, обхождения блокировки в интернете и получения альтернативной информации о военных действиях. Соответственно, население ничего не знает, ни о преступлениях российской армии на Украине, ни о масштабах разрушения. Всякие обвинения в расстреле мирных жителей, изнасилованиях, грабежах, они клеймятся как ложные информации, как инсценировки, фейки и прочее. Поэтому действует, в общем, очень мощный такой прессинг пропаганды, и это принимается так или иначе массовым сознанием. Сопротивляться вот такому воздействию, но у населения фактически нет ни возможности, ни ресурсов. Да, еще очень важный момент, и прежде чем, собственно, я перейду к анализу реакции общественного мнения на войну. Накануне этой лицемерно названной специальной военной операции пропаганда подняла очень сильный страх, массовый страх перед большой мировой войны. Мы никогда, вот в прошлом году, мы никогда не фиксировали таких уровней страха перед большой войной. нагнетание угрозы войны, понятно, с кем она была война, 37% еще до февраля считали, что это будет война с Украиной, и 25% что это будет война с НАДО, переходящая, может быть, даже в ядерную войну. Войны боялись 71%. Это самый высокий уровень страха, который мы фиксировали. Поэтому, когда было объявлено, что это спецоперация, то есть локальная по времени и масштабам, то это внесло некоторое успокоение, ну, по крайней мере, дало основание населению ухватиться за вот такую аргументацию. Ну, и абсолютное большинство уверены было, что эти военные действия не перейдут на территорию России, и, конечно, российская армия победит слабую украинскую армию. Но крах планов Блицкрика, он, в общем, привел к некоторому нарастанию тревоги, опять-таки, и неуверенности в исходе этой спецоперации. Можно следующие слайды. Еще перевлеснуть следующее. Вот, собственно, в оставшееся время я хочу немножко продемонстрировать реакции российского общественного мнения на действия пропаганды. Можно дальше. Лев Дмитриевич, вы не ограничиваете себя. Если это займет больше часа, то не проблема. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Ну, у меня есть еще некоторый запас слайдов. Так что мне кажется, что это дает некоторое представление все-таки о происходящем в России. С началом войны с началом этой спецоперации вырос, конечно, и рейтинг Путина. Вообще говоря, каждая военная кампания, она приводила к всплеску популярности и поддержке Путина. Собственно, его приход к власти в 1999-2000 году дал всплеск и поддержку и признание, опознание Путина как лидера. Дальше это война с Грузией, которая опять-таки обеспечила взлет такой его поддержки на фоне снижения, предыдущей фазы снижения. И после 2008-го года и кризиса 2009-го года рейтинг Путина упал до самой низкой точки 61% считали, что они устали ждать от Путина выполнение его обещаний, а 47% в 2013-м году не хотели видеть его на следующий президентский сырок. Но аннексия Крыма резко подняла на фоне такой националистической, шовинистической эйфории от аннексии Крыма рейтинг Путина резко поднялся и дальше держался какое-то время, но потом начал опускаться, особенно в условиях пандемии и неудачной пенсионной реформы 2018-го года. Но война с Украиной опять подняла его, вы видите, и держит его на очень высоком уровне. Можно следующее. одновременно выросла и поддержка армии, причем достаточно существенной, хотя в последние месяцы, особенно в июне, мы видим некоторую усталость и нарастание антивоенных таких настроений, но все-таки оно характерно для очень небольшой части населения. Следующий можно. Как собственно распределяется вот эта поддержка и прочее? В большей степени антивоенные настроения, сопротивление этой войне характерно для молодежи. Во-первых, особенно молодежи крупных городов и столиц, более образованной и умеющей обходить цензуру, то есть получающие альтернативные каналы информации и понимания происходящего. Это первое. Второе, конечно, среди молодежи полное нежелание участвовать в этой войне, но просто потому потому что они ресурс пушечного мяса и никакого желания воевать среди молодежи нету, но это все-таки не вся молодежь, провинциальная молодежь, особенно из бедных депрессивных отдаленных регионов. там настроения меняются и готовность идти контрактниками за высокие деньги, они достаточно ясно проступают. Во всяком случае, если посмотреть, кто воюет на Украине, то там нету ни москвичей, ни петербургцев, а в большей степени это молодые люди из глубокой провинции Бурятия, Туба, Башкирия, там или русские регионы, но самые депрессивные. Для них соблазн контрактников достаточно привлекательен, а риторика, государственная риторика борьбы с нацизмом и отставивания, она как бы оправдывает это. Можно следующее? Если я уже говорил, что аннексия Крыма вызвала такую сильную националистическую, имперскую, шоминистическую эйфорию, поддержку и готовность включить Донбасс в состав России. Но по мере провала вот этого плана Новороссии, то есть организации сепаратистского движения, снабжения его вооружением, финансами и организационной поддержкой, без которой собственно сепаратизм в Донбассе не мог существовать, по мере провала плана Новороссии готовность начала снижаться, готовность инкорпорировать Донецк и Луганск в состав России снизилась, потому что население уже на примере Крыма поняло, что это дополнительные расходы, соответственно, сокращение социальных расходов на медицину, на социальную сферу и прочее. И брать еще одних таких нахлебников люди не очень готовы были, но сама по себе война она привела к действительно усилению, восстановлению точнее тех же самых планов и готовности присоединения собственно экспансии России на территории Украины, готовности включить это. Можно следующее. Сама по себе война вызвала очень неоднозначные настроения в России. С одной стороны страх, шок, чувство стыда. С другой стороны действительно чувство удовлетворения, гордости за Россией, причем оно крайне неравномерно распределялось в разных слоях и группах населения. Если у молодых скорее негативные эмоции преобладали, то люди старшего возраста, собственно воспитанные еще в советское время или воспроизводящие все советские настроения, они переживали чувство гордости, подъема, удовлетворения, ощущение растущей силы России. То есть на них пропаганда воздействовала самым сильным образом. Почему? Ну, прежде всего потому, что люди старшего возраста это пользователи, это основа аудитории государственных телевизионных каналов, которые, собственно, и являются основными потребителями. Молодежь в меньшей степени смотрит телевидение, поэтому в меньшей степени зависит от воздействия пропаганды. Можно следующее. но чрезвычайно важная вещь. Когда мы спрашим, а чувствуете ли вы ответственность за гибель людей, за разрушение на Украине, то абсолютное большинство, если и не понимает даже вопроса, то во всяком случае отказывается от признания хоть какой-то ответственности за пассивное соучастие в преступлениях государства, считая, что они тут ни при чем, они не принимали решения о войне и они не должны отвечать за политику своего государства. Это такое традиционное советское двоемыслие, характерное для общества тоталитарного или авторитарного плана. Ответственность при этом переносится на внешние силы, ну, как вы видите, на НАТО, Соединенные Штаты, гораздо в меньшей степени на Украину, ну, и совсем не возлагается на, и почти совсем не возлагается на Россию. Россия в этом смысле, как говорит Путин, мы почти жертва, мы, как Путин говорил, мы вынуждены превентивно защищаться, если бы мы не начали эту операцию, на нас напали, и вот это становится оправданием и всех действий, и принимается населением. Нельзя сказать, что население совсем уж так верит, но это удобное средство самооправдания и дистанцирования от неприятных неприятных сведений о преступлениях российской армии на Украине. Можно следующее. Еще следующее. Пропустим этот. тем не менее по мере затягивания этой военной кампании и ощущения провала Блицкрика, потому что среди руководства России под влиянием манипуляции спецслужб, которые предоставляли ложную информацию, что население Украины будет с цветами встречать российские войска, явно совершенно произошел провал вот этой идеи Блицкрика и возникло ощущение затягивания военных действий, что порождает опять-таки некоторое с одной стороны привыкание к войне и такое чувство индиферентности, равнодушия, бесчувствия, отчуждения от того, что происходит в Украине. А с другой стороны некоторого уже подспудного такого страха и тревоги перед катастрофическими последствиями вот такой политики, нарастанием и международных санкций, и удара по экономике российской. Но пока это именно из-за того, что оппозиции или критики войны, они фактически либо выдавлены в эмиграцию, либо депрессированы и подавлены, возникает вот эта ситуация какой-то неопределенности и неуверенности в будущем. Можно следующее. Одновременно действительно сохраняется высокое общественное мнение, высокая степень страха о том, что эта война все-таки перейдет в другую фазу в столкновении с войсками НАТО, и это окончится ядерной войной. Вот следующий слайд. При этом треть считает, что Путин вполне может использовать ядерное оружие для первого удара, для упреждающего удара. И это в свою очередь вызывает у половины россиян сильнейший страх. Вот это примерно такая картина, которую мы получаем в вопросах общественного мнения. Подытоживая, если говорить, подытоживая то, что я сказал. Мы имеем дело с последовательной политикой реставрации силовых репрессивных структур в России. Фактически гражданское общество подавлено и разрушено, приняты новые законы, которые полностью блокируют возможность какой-то общественной самоорганизации. И восстанавливается идеология закрытого общества, ориентированного на прошлое, на мифологическое прошлое, с величием империи, великой державой и антилиберальными, антидемократическими ценностями и установками. Поэтому антизападная кампания, она продолжается и оказывается чрезвычайно эффективной как механизм консолидации населения с власти вопреки всем экономическим и прочим интересам самого населения. Вот это примерно то состояние, которое мы фиксируем сегодня в России.